Великая Отечественная война оставила незаживающие раны в сердцах белорусского народа. Покраничный Брест первым принял удар врага в те далекие сороковые. Спустя 75 лет на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой проходит торжественный митинг-реквием. Город над Бугом, последний из 19 административных территорий области, принимает марафон памяти во славу общей победы. Это мероприятие отметил мэр Брест Александр Рогачук из ряда тех, которые не позволят исторической памяти умереть. Это очень важно. Наш долг и дальше нести эту историческую память. Сейчас уже прошло 75 лет после Великой Победы, и некоторые ученые на недалеком от нас западе выдвигают теорию затухания исторической памяти и привязывают эту теорию именно к истории Второй мировой войны. Я думаю, что это мероприятие как раз из разряда тех мер, которые не позволят этой исторической памяти умереть. Да, ветераны уходят, их в Бресте уже осталось не так много, поэтому данное мероприятие, оно соответствует будущему нашему памяти, будущему, и что и через сто лет, и через другие исторические периоды вот эта память не умрет. Торжественный митинг-реквием проходил с участием городской администрации, военнослужащих и молодежи города. Уходят из жизни те, кто был солдатом Великой Отечественной войны, кто боролся за победу и нашу свободу. Уходят наши герои, ветераны. Сохраняя места захоронений, боевой славы, братской могилы, поколение 21 века не забудет о подвиге солдата-победителя. Возложение цветов к вечному огню мемориала Брестская крепость-герой и минута молчания как знак почтения памяти всех, кто защищал наш мир от коричневой чумы. Защитники нашей Родины сражались за своих отцов, матерей, жен, детей и, конечно же, за нашу землю. Землю, которую сегодня держат военнослужащие в своих руках, которая собрана с мест воевой славы, мест захоронений. И эта земля является памятью, с одной стороны. С другой стороны, эта земля священна, потому что это частичка нашей Родины. Особая миссия на торжественном митинге была у военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. У них в руках были капсулы со священной землей, которые убрались с места воинской славы и гибели мирного населения. На лицах десантников особый трепет, ведь в их руках часть великой памяти – священная земля. Я держал в руках капсулу с землей моего родного города Барановича, потому что в Барановичах в свое время тоже проходили ожесточенные, кровопролитнейшие бои, как один из основных узлов железнодорожных нашей страны. Этот город был одним из наиболее привлекательных для захватчиков, и именно поэтому город был разрушен практически до основания. И я считаю, что держать землю своего родного города и передавать его в память нашим, наверное, уже наследникам – это важно и нужно. Священный символ – капсулы с землей с памятных мест поместили в гарнизонный храм Брестской крепости. Празднику 9 мая около 150 капсул со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья будут заложены в крипту храма памятника в честь всех святых в Минске. Таким образом, Беларусь воссоединит всех, кто сражался и отдавал жизнь ради победы в Великой Отечественной войне. И ничто не помешает беларусам встретить 75-летие победы над фашизмом достойно. Пусть не парадами и шествиями, но великой любовью и памятью о тех, кто стал героем-освободителем. 9 мая уже не один десяток лет в городе Бресте проходит по определенному сценарию. До недавнего времени он включал шествие колонн двух районов, Московского и Ленинского. Уже несколько лет мы от массового шествия отказались, ввиду огромного количества желающих принять участие в этом мероприятии. Поэтому в этом году, конечно, эти колонны мы будем даже просить, чтобы не организовывались. Вместе с тем мы сейчас решаем варианты, каким образом те трудовые коллективы с соблюдением всех, конечно, мер могут реализовать свое право прийти и поклониться в Брестскую крепость. Никто ее не закрывать не собирается, никто не собирается не давать возможности людям выразить свои чувства по случаю Великого Дня Победы. Естественно, оберегая себя и своих родных и близких.